Русские на колени не становятся, и хорваты не становятся, и венгры не становятся. А кто становится? Может быть, те, для кого стоять на карачках, значительно удобнее, чем ходить на своих двоих? И я задаю себе вопрос, а я, человек, вполне смею надеяться западный и либеральный, должен ли я вставать на колени, и за что я, в частности, и мы все евреи и весь Израиль, в общем и целом должны встать на колени? И когда? И перед кем? И какого черта? А для русского человека, как любого человека, воспитанного в русской культурной традиции и имеющего русскую ментальность, встать на колени перед кем-то означает совсем не то, что для человека, воспитанного в традиции западноевропейской, англосаксонской и, как следствие, американской. Для русской ментальности встать на колени – это, в первую очередь, не знак уложения, а символ подчинения и некоего самоунижения. Ассалям алейкум. Прежде чем я начну наш сегодняшний разговор, я хочу, кстати, извиниться перед зрителями за свою фактическую ошибку, которую я допустил в прошлой программе. Я сказал, что органавты плавали за золотым руном в Тавриду. Это, конечно же, ошибка. Они плавали за шкурой белого барана в Калфиду. То есть на территорию, как правильно заметили поправляющие меня нынешней Грузии. И, как предполагают историки, это самое руно, то есть просто содранная из барана шкура, никаким золотым не было. Просто через эту шкуру долгое время промывали золотой песок, и постепенно шерсть приобрела золотой оттенок. Спасибо знатокам за эту поправку. Постараюсь впредь, соответствовать, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Хотя, честно говоря, моя оговорка никак не влияла на суть сказанного и не меняла выводов, сделанных мною. Собственно говоря, именно поэтому я её и допустил, потому что она была не ложна. А те люди, которые указывают автора на подобные оговорки, на самом деле, как говорила героиня Фаина Раневская в одном своем фильме, просто умничают и образованность свою хочет показать. Впрочем, имеют право. Ну, теперь, когда я извинился и, надеюсь, прощен, хочу напомнить вам, дорогие зрители, чтобы вы не забывали подписываться на наш канал и не забывали ставить лайки под этим моим видео. Хотя я бываю довольно резок, довольно зол, ну что поделаешь, злой кардис. Но в общем и целом, ИТОН ТВ – это единственный независимый интернет-телеканал на всём пространстве русскоязычного интернета. Я не устану повторять, что мы самые объективные, потому что мы независимы ни от государства, ни от олигархов, и поэтому мы говорим то, что думаем, и думаем то, что говорим. Так что лайкайте и подписывайтесь, друзья. Итак, история с преклонёнными коленями просто расколола западную цивилизацию и весь мир на две неравных части. На тех, кто считает себя виноватым в том, что он живёт хорошо или относительно хорошо и сытно, в то время как другие живут бедно и голодно. Это с одной стороны. А с другой стороны оказались те, кто уверен, что бедные и несчастные сами виноваты в том, что они бедные и несчастные, и не собираются перед ними и не перед кем-другим извиняться. Представители первой, виноватой, опущенной на колени половины западного мира, убеждены, что сильные, белые и богатые должны этих бедных и несчастных спасать, кормить, лечить и всячески холить и лелеять, а также давать им много денег и ни в коем случае не спрашивать, куда они их потратят. Хотят, пусть покупают еду, лекарства и кормят и лечат своё население. А хотят, пусть делают на эти деньги ракеты самопальные и скидывают их на голову богатых соседей, ну тех самых, которые их кормят и лечат, и на чьи деньги они эти ракеты делают. Или, если хотят, как обычно и бывает в этих бедных и несчастных странах, пусть потратят все эти деньги на покупку золотых лимузинов для своих царьков и племенных воздей и пляшут с деревянными копьями и автоматами Калашникова вокруг костра с чучелом мирового империализма. А для меня же лично ситуация выглядит довольно просто. Я полагаю, что деньги нужно давать только тем бедным и несчастным, которые стали таковыми в силу своего врождённого увечья и неспособности заработать, а также в результате стихийных бедствий или обстоятельств непреодолимой силы, как говорят юристы. И землетрясения, наводнения, ну или какой-нибудь там страшной эпидемии. То есть, если люди всю жизнь работали, строили себе богатую и сытую жизнь, просто не покрыдая рук, а тут пришло землетрясение и ба-бах, стихия, всё погибло, остались ни с чем. Как говорится, всё, что нажит от честным непосильным трудом. Да, таким странам и народам точно надо помогать. И тогда они когда-нибудь станут богатыми и сытыми и сами будут помогать другим. Но в основном помощи сегодня просят, хотя нет, даже не просят, а требуют другие страны. Те страны, которые вроде бы жили себе неплохо, как-то уже собирались было экономику поднимать, и уже совсем было собирались процветать, но потом вдруг бац, чё-то им взбрело в голову, или правобытные инстинкты взяли своё, и звериный крик «всё забрать, всё поделить» быстро заглушил голос здравого смысла. После этого обычно, быстро-быстро, такая страна разваливается на часты, быстро-быстро там возникают враждующие между собой вооружённые группировки, и быстро-быстро они все вместе раззарбанивают страну до основания, и вместе со своими согражданами скатываются к голоду и абсолютной нищике, причём в самой жуткой его форме, с истощёнными до синевых детьми и трупами, валяющимися по обочинам. Вот Байден на последней встрече с Путиным заявил, что нужно бы помочь Сирии в восстановлении разрушенной страны. А кто её разрушил? Дядя Стёпа? Тайфун? Цунами? Пришельцы? Нет, сами сирийцы её и разрушили. Они вообще хотели разрушить всё до основания, а затем... А что затем? А затем попросить денег у мирового сообщества на восстановление ими же самими разрушенной страны. И странам, таким как Сирия, сегодня не с числа. Гвалт, мировое сообщество, спасайте нас! Дайте нам хлеба, дайте нам лекарств, дайте нам денег и ещё дайте нам оружие, чтобы мы поубивали всех наших врагов. И тогда мы, типа, снова заживём счастливо, богато и стыдно. А на резонный вопрос, а почему, собственно, мы, богатые, должны вам всё это давать, есть готовый ответ. Потому что вы, собаки-импетриористы, с нетёмным цветом кожи, нас несчастных годами притесняли и обижали, и продавали нас на невольничьих рынках. Но дело всё в том, и об этом годами твердят экономисты, что чем больше богатые страны будут давать им денег, тем меньше шансов на то, что когда-нибудь эти бедные заживут по-человечески. Иждивенцы быстро привыкают к сладкой игле мировой финансовой помощи, когда самим ничего делать не надо, когда богатые прибегут и всё дадут, когда совестливые европейцы, увидев несчастных голодных детей, привезут в страну деньги и продовольствия, которые тут же эти несчастные и бедные разворуют и продадут своим же голодным детям. И такой процесс бесконечно будет продолжаться по кругу, и с каждым днём бедные будут становиться всё беднее и всё наглее в своих требованиях. Ладно, давайте вернёмся к преклонённым коленям и к чувству вины за рабовладение. Из всего того, что наворочено вокруг этой истории, можно согласиться только с тем, что работорговля и рабовладение – это плохо. Давайте возьмём это в качестве базового постулата. С этим вроде бы в сегодняшнем мире все согласны. Вроде бы, потому что на самом деле это не так, но об этом чуть позже. Итак, русские футболисты отказали становиться на колени, потому что русские якобы никогда не грешили работорговлей. Ну, честно говоря, это тоже не совсем правда. Или, скажем так, не вся правда. Если вкратце напомнить о том, как был устроен мир ещё пару сотен лет назад с точки зрения работорговли, да ещё и заглянуть вглубь веков, то нам придётся серьёзно подозадуматься, кто и перед кем должен становиться на колени. Работорговлей занимались все и всегда. Белые и чёрные, русские и французские, просвещенные римляне и дикие варвары. Во все времена человеческой истории рабство являлось одним из самых распространённых и одним из самых выгодных бизнесов на Земле. А войны затевались главным образом для того, чтобы захватить женщин и новых рабов взамен тех, кто уже помер на непосильной работе. Во время строительства великих пирамид рабов в Египте было больше, чем свободных граждан. И евреи, кстати, тоже долгие годы были рабами фараонов. Почему бы сегодня евреям не потребовать от арабов, чтобы те вставали на колени при каждой встрече в знак своей исторической вины? И, кстати, пирамида тоже должна отойти к Израилю, поскольку они были построены еврейскими рабами. Вы скажете, нынешние арабы – это совсем не древние египтяне? Это правда. Тут вы меня подловили. Нынешние арабы, которые населяют Ближний Восток, не являются прямыми наследниками фараонов и египтян. Это был вообще этнически совершенно другой народ. А нынешние арабы – это как раз размножившиеся потомки пленённых египетских рабов. Но и эти арабы имеют достаточное количество заслуг перед рабовладением, чтобы постоянно, в свою очередь, становиться на колени перед представителями африканских племён. Ведь как был устроен механизм работорговли в период её расцвета? Арабские банды, или, если хотите, экспедиционные отряды, будучи довольно цивилизованными на тот момент, организованными и хорошо вооружёнными, отправлялись на охоту вглубь чёрной автоки и захватывали там представителей полудиких африканских племён. А заодно и всех тех, кто попадался на дороге, кто плохо на этой дороге лежал, ходил и сидел. И кому не повезло. И неважно, какого цвета кожа у него была, в рабство обращали всех, кто не мог защитить себя или заплатить выкуп. Этих рабов пригоняли в прибрежную зону, в порты, где были устроены невольничи рынки и оптом продавали их перекупщикам. Сначала в Европу, а потом в Америку. Те увозили рабов к себе и распродавали их там в розницу. Есть ли историческая вина арабов перед африканцами? Видимо, да. Должны ли арабы становиться перед африканцами? Следуя логике западных либералов, несомненно, просто становиться на колени перед людьми с тёмным цветом кожи каждое утро и вечер и вместо намаза пять раз в день. Но дело в том, что вскоре и местные африканские церкви, и племенные вожди тоже поняли, что работорговля – это золотое дно, и сами стали охотиться на своих же собратьев по расе и самостоятельно пригонять пленных на невольничьи рынки и продавать их там напрямую без посредников. Законы бизнеса, видит ли, работают даже и в Африке. Именно у африканских князьков и вожди покупали свой многочисленный товар те самые американские работорговцы, грёбанные потомки которых сегодня бегают по всему миру и ищут, перед кем бы им ещё встать на колени. Ну, с Африкой и арабским миром всё понятно. Давайте обратим свои взгляды вверх по карте, ну, например, на Турцию. Вряд ли кому-то нужно напоминать, что сегодняшние турки – это наполовину потомки захваченных османами европейских и славянских рабов. Поэтому у них так много светлокожих и блондинистых женщин. Знаменитый турецкий спецназ времён Османской империи Янычары был на 100% сформирован из детей, захваченных в Европе рабов. У этих детей специально убивали родителей, чтобы они были преданы только его величеству, султану великолепному. А ну-ка, турки на колени сейчас же! Что? Не хотите? Эх, нецивилизованный вы, турки, народ! Идём дальше по карте. Когда мне рассказывают, что в России никогда не было рабовладения, я начинаю путаться. Видимо, я учился уже не по тем учебникам. А что же такое было крепостное право на Руси, как нерабовладение? Вы мне скажете, мол, у рабов в древнем мире не было своих домов и не было собственности, как у русских крепостных. Такой тезис постоянно приводится в советских учебниках истории. Этот тезис якобы доказывает, что крепостное право на самом деле не являлось рабовладением. На это я могу только посоветовать знатокам, изучающим мировую историю по учебнику за четвёртый класс младшей школы, господа, учить им отчасть. Читайте хотя бы википедию. Гугл вам в помощь. И рабы на строительстве пирамид, и африканцы в Америке на плантациях почти всегда жили со своими семьями в своих домах, пусть и лачугах. По вечерам они возвращались к семейному лачугу и вели, в общем-то, обычную семейную жизнь. У них у всех был свой скарб и какое-то имущество. Практически так же, как у русских крепостных христиан. Конечно, у рабства в каждой стране были свои особенности. Но ведь и люди разные. И это ведь естественно, не так ли? Но во всех случаях была одна составляющая, которая делала этих людей рабами. В любой момент хозяин или барин, как в России, мог своего крепостного продать. Продать его семью, продать его вещи, продать его детей вместе с родителями или отдельно от них. И был хозяин-барин волен, как это говорилось, в вложение Российской империи и в животе, и в смерти раба своего. Да, со временем в России условия такого рабства смягчались и обрастали всяческими ограничительными для хозяев нормами и правилами. Но ровно то же самое происходило и везде в мире. И повторюсь, это было самое настоящее и самое абсолютное рабовладение. И, кстати, если кто-то хочет поспорить со мной и доказать, что крепостные крестьяне не были рабами, то я посоветую, читайте русскую классику начала 18 века. Вы найдете там десятки мест, где крепостных впрямую называют рабами. Так что русские все-таки, наверное, тоже должны становиться на колени по западной логике, но в основном перед своими такими же русскими. Я так и вижу, знаете, ближайший футбольный матч из «Зенит-Спартак». Обе команды выходят на поле и становятся на колени друг перед другом. И так на коленях играют всю игру. Тем более, что, как говорят знатоки, качество игры от этого не изменится. А вслед за ними на колени становятся судьи и тренеры. А потом, охваченные мощным душевным порывом, на колени становятся болельщики обоих команд. И так уже, стоя на коленях, начинают традиционно мудохать друг друга по мордасам пустыми пивными бутылками. Но делают это благородно, стоя на коленях с глубоким чувством вины за свое рабовладельческое, ну или рабское, прошлое. А татары-монголы? До сих пор, кстати, ученые не разобрались, где там татары, а где там монговы. Но кто-то из них точно должен стоять перед русскими на коленях, извиняясь за свое 30-летие, 300-летнее иго из-за тысячи русских людей, угнанных в полон и рабство. Кстати, господа, сейчас самое время проголосовать. Наш вопрос. Как вы считаете, должны ли отдельные народы в знак признания своей исторической вины перед другими народами вставать друг перед другом на колени? И кто должен это делать? Вот варианты ответов. Да, должны вставать на колени, но только те, чьи предки были работорговцами. Ну, мы уже с вами выяснили, что у всех предки были работорговцами. Второй вариант. Да, все должны вставать на колени перед всеми, потому что виноваты все. И последний вариант. Нет, не должны, потому что вся эта история с вставанием на колени, извращение и плод пресыщенного благами западно-либерального мозга. Чтобы принять участие в голосовании, пройдите по ссылке, указанной прямо под этим видео в разделе голосований на сайте ТОН-ТВ и выберите подходящий вам вариант. А мы пока продолжим краткий исторический курс о распространении рабства по миру. Можно продвигаться хоть на восток, хоть на запад. Рабовладение везде было неотъемлемой частью человеческой жизни с того самого момента, когда люди стали различать твое и мое. Рабство и рабовладение в самых жестоких его формах было везде и всегда. Например, возьмем Америку еще до того, как ее открыли проклятые европейские рабовладельцы и как она вообще стала Америкой. Рабство существовало у ацтеков и инков, которые отрезали рабов в качестве жертвоприношения богам на каждом религиозном празднике. Воспетых в романах Фенимора Купера, Каманчи и Апачи были рабы, захваченные пленники, которых не съедали сразу и которые выживали после небольшой хирургической операции по удалению скальпа, оставались рабами, а заодно и живыми съедобными припасами на случай внезапного голода. Китай и Япония, весь Индостан и Дальний Восток были построены на Рабстве. Я посвящу этому отдельную программу. Но самое страшное, и это абсолютно непреложный факт, что в мире и сегодня есть страны, где рабство не в переносном смысле, а в самом прямом, банальном, с ермом на шею или скандалами на ногах существует и сегодня. И представители этих стран, где рабство процветает, спокойно заседают в Организации Объединённых Наций. И более того, они сидят в Совете ООН по правам человека. И какой-нибудь африканский царёк, скушав печень своего врага на завтрак, не в переносном, а в прямом смысле, и ссыто и кнув, идёт на заседание Генеральной Ассамблеи ООН и осуждает Израиль за апартиит, а США и Европу за рабовладение в прошлом и за притеснение бедных и чёрных в нынешнем. И потом, этот самый царёк или князёк требует у европейцев и американцев денег за то, что они, эти колонизаторы, эти европейцы и американцы и прочие разные евреи, на целых 300 лет захватили его свободную страну в Варварске, построили там шоссе и железные дороги. Самым подлым образом насаждали в его счастливой стране всеобщее образование, предательски лечили местное население от холеры, проказы и лихорадки и заставили его народ отказаться от традиционной кухни. Ну, то есть запретили жрать людей. Ну, как же, перед таким на колени не встать? Надо, иначе совесть замучают. Я так понимаю, что всё человечество с нетёмным цветом кожи должно просто опуститься на карачки и жить дальше не вставая, а просто передвигаясь на коленках от одной обиженной страны и нации к другой. Перефразируя слова Шарикова, я бы сейчас крикнул «На колени, сукины дети, на колени?» Аминь. Одну секунду, друзья. Если вы ещё не поставили лайк под этой моей публикацией, поставьте, пожалуйста, прямо сейчас. А потом уже можете уходить. Спасибо. Ассалям алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok